Добрый день, дорогие друзья! Но, наверное, за последние 10 лет Москва и московские парки и вообще культура, они далеко-далеко убежали вперед. Это правда и признано уже, наверное, лидерами во всей Российской Федерации. Дело в том, что все зеленые пространства города Москвы, а таких симбиозов, такого в мире нигде нет в сочетании парк культуры и отдыха, его просто нигде не существует. Есть просто парк зеленой зоны, а вот именно парк культуры и отдых наполнен мероприятиями, одновременно экосистемой и какими-то экскурсиями, интересами такого на самом деле нигде нет. У нас, тем более, представлены еще музеи-заповедники, которые также входят в состав парков культуры. Это очень ценно и это очень важно для Москвы. И наступил такой вот момент, странный не только для Москвы и опасный для всего мира, вот эта пандемия, с которой мы все столкнулись. Но если музеи онлайн, дома творчества онлайн, хотя я тоже тяжело представляю дома творчества онлайн, библиотеки онлайн, еще да, ну что такое парки онлайн. То есть сами жители, сами посетители давали нам именно идеи к развитию сети онлайн на момент пандемии, на момент закрытия парков в Москве, что они хотели бы увидеть. Мы делали опросы всевозможные и очень много было вопросов. Самая большая просьба, покажите нам парки, потому что с марта месяца, с 26 марта мы были полностью закрыты, мы закрыли самые первые и открыли самые последние в полном объеме. И всем было интересно, ну что же там происходит. И тогда все парки подключились. Я буду касаться только экологической части, это зеленых насаждений, потому что моя коллега, вот, Елизавета Фокина, наверное, уже онлайн расскажет мероприятия, которые мы проводили все совместно. И мы сделали ориентир, в основном все парки, если вы даже зайдете и в Инстаграм, и в Фейсбуке, и во все соцсети, и в Ютуб-каналы, в большинстве своем они были посвящены именно пробуждению природы весной. И это вызвало у людей восторг, у нас таких колоссальных просмотров, наверное, никогда не было. Потому что мы снимали не просто там с айфонов, а именно квадрокоптерами, это и объем сверху, и сбоку, и пролетали над озерами. И вызывалось колоссальный интерес. Почему? Потому что многое, что простой обыденной жизни, как бы, существования и работы парка, вот именно со стороны животного и растительного мира люди не замечали. Они это разглядели все онлайн, как бы, в видеороликах. И самое интересное, что проявились в парках, у нас, оказывается, мы знали, да, что у нас проживают, но никто не видел животных. Это и зайцы, и лисы, и еноты, в большом количестве, причем, представляете, да, вот я просто в северо-западный административный округ, в ландшафтный парк Митина, ровный, красивый, шикарный парк с культурным наследием, там, холмы, курганы у нас, и выстриженные газоны, и по ним лисы бегают. Или зайцы, свободны. Причем вот это все снимается и выставляется в сети, довольно-таки очень интересно. Да, необычно было то, что сама природа, как бы, природа свою всегда возьмет, и она ощутила, что ей дали волю, и весь животный мир у нас очень распорядился нашими территориями на свое усмотрение, то есть они вели гнезда на газонах. Почему, когда мы открыли парки в июне месяце, и к нам большое обращение жителей было, почему вы не выстригаете партерные газоны, потому что там кругом, к сожалению, у нас были кладкие птиц, гнезда, и мы как бы пожалели, вот у них есть вывод такой период, который мы должны были пропустить. Объясняли, многие с пониманием, конечно, никуда от жалоб не уйдешь, но опять же, все это приняли во внимание. Плохо или хорошо онлайн-формат, мы это обсуждали, я давал по поводу этого, вот, Елизавет, мы уже давали интервью по поводу этого же по Москве-24 и по вечерней Москве. Я считаю, что это мероприятие не нужно просто заканчивать, его надо, наоборот, развивать и раскачивать, потому что это не только как бы стимул дальнейшего развития, все мировые технологии, они выходят на цифровизацию, и поэтому цифры это все. Да, естественно, никто парк не будет у нас смотреть ежедневно по YouTube-каналу, но как информационные и, можно сказать, там, недельные ролики какие-то о каких-то событиях, о каких-то экологических, культурных мероприятиях парка, мы должны, конечно, размещать и регулярно мониторить, и это, я думаю, что даже нашему департаменту, и считаю, что даже в ГЗ надо уносить, чтобы у нас не только оффлайн, как бы было в ГЗ, но и онлайн. Потому что мы с этим тоже столкнулись с этой большой проблемой на самом деле, потому что все мероприятия мы привыкли проводить с живыми людьми, а не виртуально. Вот как бы вот такое коротенькое выступление, я думаю, что остался у него все. Да, спасибо большое, Игорь Владимирович. Действительно, это очень интересно, я наблюдал за нашими коллегами, всех вообще это воодушевило. Спасибо вам огромное, спасибо.